Сегодня, в день четвертой годовщины, с момента подписания вторых минских соглашений, Совет Безопасности ООН соберется на обсуждение ситуации на востоке Украины. Причем, произойдет это по инициативе российских дипломатов, что, по словам постоянного представителя Украины, при совбезе является дымовой завесой с целью отвлечь внимание членов ООН от обсуждения российской агрессии против страны. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Станфордского университета, в интервью Рафаэлю Саакова рассказал о ситуации с минскими соглашениями спустя 4 года и о роли Соединенных Штатов в урегулировании конфликта. К сожалению, минские соглашения не соблюдаются. Первые три пункта, включая режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и обеспечение доступа наблюдателей ОБСЕ к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей, реализовать так и не удалось. Довольно тяжело переходить к политическим договоренностям, не имея базовых условий в сфере безопасности, которые бы выполнялись. Минский процесс вылился в формат нормандской четверки с участием России, Украины, Германии и Франции. И Соединенные Штаты не получили приглашения присоединиться к переговорам. Минских соглашений удалось достичь при посредничестве канцлера Германии Меркель и президента Франции на тот момент Алланда. Однако с тех пор мы стали свидетелями дипломатических усилий Соединенных Штатов с целью способствовать выполнению Минских соглашений. Сначала благодаря усилиям заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, а теперь спецпредставителя Курта Волкера. Так что хоть США и не являются на данный момент одной из сторон нормандского формата, усилия Вашингтона направлены на то, чтобы его поддерживать. Кроме того, по мнению Стивена Пайфера, российские власти не намерены в полной мере выполнять договоренности. И вот что заявил Стивен Пайфер. Кремль, судя по всему, пришли к выводу о том, что следует дождаться президентских выборов в Украине, намеченных на март, и, возможно, второго тура в апреле, а также результатов осенних парламентских выборов. Так что я не думаю, что следует ждать каких-то подвижек со стороны России до выборов. Не исключено, что Кремль надеется получить более подходящего партнера по переговорам в Киеве. Честно говоря, на это очень сложно рассчитывать. За последние четыре года и среди жителей Украины в целом, и среди украинских элит, и политиков утвердились антироссийские позиции, как результат конфликта в Украине, навязанного Кремлем. Парламент Украины подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы закрепить в Конституции стратегическую цель в виде вступления в Евросоюз и НАТО. Это было бы невозможно представить до 2014 года. И это прямой результат российской агрессии против Украины. Что касается вступления в НАТО, полагаю, есть один вопрос, по которому в Украине или в НАТО пока ни у кого, по-моему, нет решения. У Украины есть два крупных территориальных спора по нелегальной аннексии Крыма и продолжающемуся конфликту в Донбассе. И я не думаю, что кто-либо может точно ответить на вопрос о том, если Украина вступит в НАТО, условно говоря, в понедельник, то не окажется ли НАТО в состоянии войны с Россией во вторник. Это довольно сложный вопрос, но Украина может по-прежнему продолжать работу над углублением сотрудничества с НАТО и принятием внутренних документов, которые сделают ее более совместимой с Евросоюзом. Это уверен в интересах Украины.